Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим несколько примеров того, когда выгодно занимать бортовое поле H4 за белых, либо поле H5 за черных. Из книги Геннадия Хацкевича «25 уроков шашечной игры». Первая позиция – это этюд чемпиона СССР Игоря Тимковского. Белые начинают и выигрывают. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Напрашивающийся ход HG3 ведет лишь к ничьей. Правильно играть FG3. В чем идея? Основная идея заключается в том, что если черные сыграют GF6, тогда мы играем GF4, как раз-таки занимаем поле H4. Его здесь занимать выгодно. И на ход Fe5 мы проводим несложную комбинацию. CD2, GF2. Ну и легко выигрываем. Именно для этого мы и заняли поле H4 шашкой G3. Если в этой позиции черные играют HG5, тогда мы нападаем. Ну и у черных есть два варианта. Если они идут в центр, парадоксальная позиция создается. У черных отличные шашки C3, Рожон, F4, но тем не менее они проигрывают. Белые неожиданно жертвуют шашку и играют HG5. И здесь оппозиция в пользу белых. То есть создается усиленная позиция. Черным надо нападать, отходим. Надо жертвовать. Ну и ходы черных заканчиваются. Ну и последний вариант. Если черные в этой позиции после нападения белых закрываются, тогда связываем их. И играем GF2. Ну, меняться нельзя, видите. Оппозиция снова в пользу белых. Поэтому приходится играть G6. Здесь выигрывает известная жертва. Fe3 черным надо нападать. И жертвуем шашку. И выигрываем за счет связки черных. Вот такой красивый этюд. Следующая позиция тоже наглядно демонстрирует силу хода GH4 в определенных ситуациях. То есть, видите, у черных связка в центре. Поэтому белые здесь ходят GH4. Теперь у черных есть три хода. Ну, меняться невыгодно. Потому что мы занимаем коловое поле. Ну и легко побеждаем. Допустим, DE7. Грозят провести удар. Просто играем EF4. И постепенно выигрываем за счет центра. Второй вариант. Если черные играют GF4. Тогда проводим комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Она здесь не сложная. Подкидываем шашку. Сразу же комбинацию проводить нельзя. Видите? В чем идея? Потому что черные ловят дамку белых и даже выигрывают. Поэтому вначале подкидываем шашечку. Затем отдаем еще одну. Еще одну. Ну и забираем три с выигрышем. Вкусим HG3 CD4. Черные пытаются прорваться в дамки. Но сразу же в дамки идти нельзя. Дамка ловится. Приходится играть B7. Тогда Dc5. И на постановку дамки просто ловим ее. И выигрываем. Ну и последний вариант. Если в этой позиции черные играют EF4. Тогда белые проводят также очень красивую комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. CB6. Так называемая присоска. Или как я ее называю? Пиявка. Ну и в какую бы сторону черные не били. Все сводится к одному варианту. Попустим побили сюда. Играем GF2. Выжидаем. Затем отдаем еще одну шашку. Ну и красиво снимаем пять шашек соперника с выигрышем. Это позиция из практики чемпиона СССР. Кроссмейстера Виктора Литвиновича. Снова белые занимают поле H4. Почему здесь это сделать выгодно? Потому что у черных, видите, застряла шашка H8. Мы играем на эту шашку. То есть мы не даем черным вылезти в центр. Из-за комбинации. Попытайтесь ее найти. В начале меняемся. Затем прорываемся на предамочное поле и побеждаем. Поэтому FE5 играть нельзя. Черным приходится играть BA5. Когда играем FG3. Черным приходится играть FE5. Напрашивающиеся размены FG5 проигрывают из-за стандартной жертвы. Жертвуем шашку AB4 и нападаем ED4. Следующим ходом ставим рожон. Ну и постепенно выигрываем. Поэтому в этой позиции черные сыграли FE5. Тогда временно отступаем. Черные играют GF6. FG3. Снова нельзя играть FE5. Из-за опять же вот этой жертвы. И у черных плохо. Поэтому черные играют HG7. Сейчас уже готовятся выйти в центр. Тогда играем CD4. Не даем развить отсталую шашку G7. И черным приходится меняться. Ну здесь есть два плана. GF4 неплохой план. Ну там ничья. А гроссмейстер Литвинович нашел более сильный план. ED4. Теперь у белых еще большее преимущество. В партии далее было GF6, AB4. DE5. Белые закрылись. И на ход CB6 белые напали. Приходится уходить на бортик. И снова белые играют GH4. То есть видите, опять вот эта связка. Она в данном случае невыгодна черным. Черная игра GF4. И здесь следует точный ход CD2. В чем идея? На ход HG5 следует жертва CD6. И белые, видите, беспрепятственно проходят в дамки и постепенно побеждают. Поэтому черным пришлось разменяться FG5. Белые ставят рожон и хотят отъесть шашку F4. Ну, если черный сыграет FG3, здесь тогда выигрывает такой план. Играем DC5. Затем CD4. Затем либо сразу же прорываемся в дамки. Да, прорываемся в дамки и постепенно выигрываем. Поэтому в этой позиции, ну, еще и DE5 грозит. Черные сыграли GF6. Белые сыграли GF2. Сильный ход. И вот в этой позиции черные допустили решающую ошибку. Ничья была после неочевидной жертвы. FG5, HG5 и FG3. То есть здесь все-таки белые выиграть не могут. Но черные сделали напрашивающийся ход FG5 и белые красиво победили. Нападаем. Приходится жертвовать шашку. Ну и черные здесь надеялись добиться ничей. Кажется, что неизбежен прорыв. Но белые нашли очень красивый выигрыш. DE3. И на ход HG3 последовал изящный удар. DE7 и EF4. И оппозиция в пользу белых. Следующая позиция из партии. Цирик Маргун. Зиновий Цирик это гроссмейстер, шестикратный чемпион СССР. Снова в этой позиции белые играют на отсталую шашку черных H8. Мы играем в GH4. Теперь плохо вылазить FE5. Поэтому черные построили колоночку. Тогда играем в FG3. Обратите внимание, что в этой позиции еще нельзя было играть AB6 из-за красивой комбинации. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Играем HG5 и черным некуда бить. Сюда нельзя бить. Поэтому приходится бить сюда. Когда отдаем 3 шашки. Прорываемся в дамки. Ну и постепенно выигрываем. Поэтому в этой позиции черные сыграли FE7. Когда играем FG3. Черные пытаются сделать ничью. Обычно поле Е5 занимать опасно. Из-за окружения. Но в данном случае поле Е5 сильное. То есть видите шашки черных разбросаны. По флангам они шашку Е5 окружить никак не смогут. Поэтому шашка Е5 сильная. Она как бы разрезает силы черных пополам. На ход HG7 белые построили ударные колонны. Е2. Далее в партии было B3. Белые меняются. Захватывают центр. Черные играют AB6. И здесь следует сильный ход HG3. Грозит GH4. Поэтому черным приходится заходить в любки. Белые предусмотрели этот ход. И жертвуют шашку. И прорываются в дамки. Черные играют HG5. Пока дамку ставить нельзя. Потому что она будет тут же поймана. Поэтому белые играют D5. И вот в этой позиции черные ошиблись. Ничья еще была. Надо было играть GH4. Там постепенно прорываться как-то. Ну и была ничья. В этой позиции они сыграли BC5. То есть они думали, что белые поставят дамку. Они ее тут же. Ну они постепенно ее поймают там. По-моему да. Или в любки даже зайдут. Нет, в любки можно было зайти. Да. И будет ничья. Но здесь они проглядели красивую комбинацию. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь ее найти. Белые делают неожиданный ход. GF2. Видимо он как раз и выпал из поля зрения черных. Такой незаметный ход. И затем проводят комбинацию. С выигрышем. Следующая позиция из партии чемпиона СССР. Горсмейстера Вигмана. Снова белые делают сильный ход GH4. В чем идея? Теперь у черных есть два хода. EF6 и GF4. Значит на ход GF4 белые нападают. И видите шашка черных гибнет. Потому что отходить нельзя из-за удара по затылку. Отдаем две шашки и забираем три. Поэтому приходится на нападение закрываться. Тогда играем ДЕ3. Снова у черных есть два хода. Но F5 естественно нельзя. Из-за несложного ударчика. Стандартная вещь. Поэтому приходится играть ДЕ7. Тогда играем CB4. Снова у черных два хода. На ход GF4. Здесь побеждаем. Делаем такой несуразный на первый взгляд ход B5. Но черным по сути некуда ходить. На CD6 меняемся. И черным пора сдаваться. Поэтому в партии черные ответили CB6. Белые напали. И черные закрылись. И здесь последовал изящный удар. Тоже поставьте видео на паузу. И попытайтесь его найти. Я думаю вы его найдете. ДЕ5. Ну и в какую бы сторону черные не били. Они проигрывают. Если бьют сюда. Тогда бьем на Е3. И красиво выигрываем. Если черные бьют в эту сторону. Снова бьем на Е3. Не торопимся идти в дамки. А вот здесь уже прорываемся. Дамки. И побеждаем. Это позиция из практики. Гроссмейстера. Блиндера. Также чемпиона СССР. Снова видите. У черных застряла шашка G7. Поэтому белые делают сильный ход. GH4. То есть идея какая. Допустим на напрашивающийся ход. CD6. Проводим комбинацию шлагбаум. Видите. Шашка черных. Предатель по сути. Из-за нее черная дамка гибнет. Ну и здесь у черных плохо. Поэтому соперник. Гроссмейстера Блиндера. В этой позиции сыграл G6. Закрыл. Дырочку. На поле F6. Пересчетчатости у черных нет. Но. Здесь. Снова. Белые начинают окружать. Центр черных. Центр черных рыхлый. Потому что у них нет. Шашки на поле F8. Вот ее здесь очень не хватает. Далее в партии было. CD6. ED2. И вот здесь черные ошиблись. Ход CD4 окончательно проигрывает. Белые. Белые меняются. На бортик. И постепенно побеждают за счет окружения. В партии было. DC7. Fe3. B7. GH2. Аб6. Ну здесь не спасала жертва. Потому что. Белые. Здесь. Выигрывали. За счет вот такого плана. Б5. Приходится бить сюда. И Аб4. Грозит удар. А нападать нельзя. Из-за стандартного удара. Пяткой. То есть белые отходят. И выигрывают шашку c3. Потому что отходить нельзя. Вот из-за этого ударчика. Это стандартная идея. Запомните ее. Кто не знает. Поэтому приходится играть. Fe5. Ну здесь белые меняются вперед. Ну и. Грозят. Bc5. Ну и слово. Шашка d4. Здесь. У черных гибнет. Из-за удара пяткой. Вот такие пироги. В партии поэтому последовал ход Аб6 вместо жертвы. И белые красиво выиграли за счет связки. Еф4. Теперь видите. Четыре шашки черных. Белых. Связывают пять шашек черных. Связка для черных невыгодная. Бc5. Дc3. Черные нападают. Единственный ход. Меняемся. Приходится жертвовать шашку. Ну и здесь еще нужна определенная точность. Играем cv2. То есть не даем хода te3. Из-за комбинации. А на другие ходы здесь легко побеждаем. Ну допустим dc5. Играем gf4. cd6. hg3. Ну и черным приходится пропустить белых дамки. Черные проигрывают. Тем не менее. Вот в этой позиции еще была ничья за черных. Вместо хода cd4. Надо было играть b7. Здесь тоже возможны красивые варианты. Белые играют fe3. А b6. Белые меняются. Снова видите. Получилась связка. Три шашки белых сдерживают сразу же пять шашек черных. Поэтому эта связка выглядит опасной. На самом деле здесь черные могли достичь ничьей. А в одном варианте даже получали шансы на выигрыш. Допустим b5. Вот сейчас подумайте как бы вы сыграли. cd2 или gf2. Это важно. Но оказывается напрашивающийся ход cd2 дает шансы на выигрыш черным. Следует dc7. Ну и на ход de3 следует изящная жертва. gd4. Приходится бить на g7. Ну и как бы белые не играли. Здесь видите. Черные прорываются. На левом фланге белых. И несмотря на лишнюю шашку. Белым здесь достичь ничьей будет очень тяжело. В партии белые даже проиграли. В одной из партий. Поэтому правильно в этой позиции играть gf2. Теперь уже на ход dc7. Здесь у нас все в порядке. Сохраняем связку. Ну и здесь следует точный ход. ab4. То есть самое главное не дать черным вот в этой связке пошевелиться. У черных единственный ход и следует точный ход cb2. Теперь сюда играть нельзя. Потому что белые выиграют за счет связки. Поэтому приходится играть bc5. Тогда b3. И на нападение снова меняемся назад. Здесь к сожалению у черных находится ничья. Указанная гроссмейстером цириком. ed4. Единственный ход. ab6. dc3. b7. dfe5. Значит дамку ставить нельзя. Потому что она ловится. И белые даже проигрывают. У белых единственный ход. hg5. Здесь черным надо сыграть ed4. Единственный ход. Все остальное проигрывает. Белые играют gh4. Черные играют dc5. Белые ставят дамку. И вот здесь следует точный ход cd2. Все остальное плохо. Тогда следует удар трамплин. Но здесь все-таки темпы складываются в пользу черных. И белые победить не могут. Все это форсировано. Ну и последний точный ход. Обратите внимание, что нельзя играть dc3. Потому что черные проигрывают из-за известного финала распутия. Куда бы они не поставили дамку, они проигрывают. Здесь выигрывают так называемый столбняк. Это противостояние белой и черной дамки. Видите, глаза в глаза. А здесь белые просто ловят дамку черных и красиво побеждают. Поэтому правильно в этой позиции было отдать шашку вот в эту сторону. И уже теперь ничья неизбежна. Ну и напоследок посмотрим несколько ловушек из классических вариантов русских шашек. cd4, d5, bc3, ed6, ef4. Дебют перекресток. Черные меняются. Но здесь центр черных слабый. Видите, застряла шашка h8. Приходится нападать. Тогда временно выигрываем шашку. И меняемся на поле f4. Теперь видите, у черных проблема. Очень ослаблен правый фланг. Белым достаточно всего лишь одного нападения. И они выигрывают. Поэтому черным надо играть предельно осторожно. Вот в этой позиции черных спасал размен cb4. Но они неосторожно напали. И снова белые выиграли за счет занятия поля h4. Меняемся именно на бортик. И теперь грозим выиграть шашку. У черных единственный ответ. Поэтому cb4. Ну и здесь все форсировано. Приходят комбинации. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Она довольно-таки симпатичная. Вначале играем cd4. Грозим выиграть шашку. Поэтому приходится уходить на бортик. Затем играем dc3. Грозим прорваться в дамки. Поэтому приходится меняться. Ну и здесь следует изящный удар. cb4. ef4. И белые красиво побеждают. Ну и еще несколько ловушек. Из дебюта обратный тычок. Обратный косяк. Прошу прощения. cb4. fg5. gf4. gf6. bc3. fe5. Здесь лучше всего играть. Аb2. Ну и можно бить как одну, так и две шашки. С хорошей позиции у белых. А вот ход b5 все-таки пассивный. Здесь как бы белые не били, у черных преимущество. Ну допустим бьют одну шашку. Развиваем отсталую шашку. Ну и здесь лучше было играть dc3. С постепенным уравнением. А если белые меняются, то этот размен слабенький. После всех разменов играем ed6. Видите? Теперь в центр вылазить плохо. Из-за того, что черные временно выиграют шашку. Ну и позиция белых будет плохая. Поэтому белые играют ab2. Чтобы при случае где-то вывалиться в центр. И вот здесь снова за черных хорошо проводить план с занятием поля a5. То есть бортика. Играем ab6. fe3. И b5. То есть видите? Шашка a5. И вот эта вот колонна. Они сдерживают шашку. Отсталую шашку белых b2. Поэтому у черных здесь преимущество. Далее возможно. gf2. fe7. Вот здесь этот ход хорош и позиционно, и тактически. То есть черные поставили белым ловушку. На напрашивающийся ход cd4 снова следует комбинация шлагбаум. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Пропускаем белые дамки. И затем ставим так называемый шлагбаум. Ограничитель для дамки белых. И ловим дамку белых с выигрыша. Такая несложная, но незаметная ловушка. Часто попадаются начинающие шашисты и любители. Если же белые видят эту комбинацию и играют fg3, тогда играем cb6. Ну и снова проигрывает напрашивающийся ход cd4. Опять следует комбинация. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Пропускаем белых в дамки. Затем отдаем еще одну шашку и ловим дамку белых. Сами проходим дамки. Потом отъедаем эту шашку и постепенно выиграем. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество лукасом и подпиской. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!